Всем привет! 23 февраля, мило три дня. Надо просто перешагнуть двухметровый забор. Островок чистый. Снега. Бягушка говорит минус один. Журчит вода. Солнце весеннее, но еще месяц зимовки точно, даже если ранняя будет весна. Так, что тут у нас? Тут есть отдушина. Это хорошо. Хороший признак. Этих нету отдушины, но сегодня я сделаю, потому что сильных морозов, говорят, не будет. Так, я внутри. Теперь два градуса. Угул нормальный. Влажность 90. Уже начинается. О, теперь я сейчас воду уберу отсюда. Сейчас прослушаю всех. Так, вот водочек сидит спокойно. Медок. Еще есть полкилограммчика, но они влево сместили, где медовые запасы. Все-таки амшаники плюс. Они должны по верху переходить. Ладно, все нормально. Так, ну вторая как. Сколько было следов, столько и осталось. Я в прошлый раз близко снял. Вот столько. Ну, по крайней мере, не увеличилось. Вот одиннадцатая семья. Она фигурирует в роликах, где сокращение корпусом весной. Это в лесу и ловил рой. Матка рыжая. Возможно, она не менялась, что не роится она. И очень мало пчел. Сейчас покажу. Вот видно. Они на сетке. Одна, два, три, четыре улочки. И очень такой пятачок. Корма полно. Все запечатано. Ну, я думаю, что шансов мало, что они дозимуют. Но делать я ничего с ними не буду, потому что естественный отбор, короче. Тут горсть пчелы. Но если вторая зимовка у них плоховата, в эту просто они могут не вытянуть. Ладно, как есть. Единственное, что я подушку положил. Потеплеше было. Вот я сейчас ходил за медом. Килограмм меда взял с севшего. Это двенадцатая семья. В прошлый раз я показывал, что она сидела у задней стенки. Что-то мне не понравилось немного. Звук ее шумит. Но сейчас она растревожилась, что я мед положил. Я решил перестраховаться, потому что она, видимо, там подъела у задней стенки. Вперед немножко перешла. Но недостаточно. Что интуиция подсказывает, что могут быть проблемы. Я решил перестраховаться. Пчела полезла. Все вот это закрываю. Вот такая ситуация на 23 февраля. Одна семейка одиннадцатая, скорее всего, не дотянет до весны. Здесь под буковкой И будет ссылка на ролики об этой семье. Я сейчас посмотрел записи. В четырнадцатом году я ловил руль в лесу. Семья не роилась, получается, пятнадцатый, шестнадцатый год. И по записям каждый год, ну я и так помню, каждую зимовку выходила слабой весной. Возможно, смену матки сама семья не делала. Я еще тогда их не метил и не знаю, как там ситуация. Матка рыжая, не похожа на моих пчел. Кормов много всегда у нее. Следов поноса нет. Скорее всего, не стойкая клещу. Двенадцатая семья, которая у задней стенки сидела, немножко мне не понравилось, как она звучит, как шумит. Как-то немножко сильнее, чем остальные. И видно, что у задней стенки они мед подъели. Возможно, не могут двинуться в сторону. Я для перестраховки положил мед, чтобы быть спокойным. Всем удачи, спасибо за внимание. Если видео понравилось, поставьте лайк. Будьте здоровы, всем удачи, пока.